12 марта 1879 года указом императора Александра II был создан тюремный департамент, который в последующем стал основой для развития единой системы исполнения наказания. Как отметили профессиональный праздник работники регионального УФСИН, расскажет Мария Рябенкова. 145 лет отметили сотрудники уголовно-исполнительной системы России. В руководстве УФСИН отмечают, что важную часть службы занимает повышение профессиональных и личностных качеств. Работники ведомства должны оставаться принципиальными и неукоснительно соблюдать дисциплину. Не считая с лишним временем, 24 на 7 выполняете поставленные перед вами задачи по обеспечению законности и правопорядка из предоучреждения Кольского Заполярья. Юбилей ведомства собрал в Кольском ДК действующих сотрудников и ветеранов регионального УФСИН. Поздравить их пришли представители органов власти и общественники. Конечно же, это славные традиции уголовно-исполнительной системы Мурманской области, которую закладывали ветераны. И я сегодня хотел бы назвать имена этих легендарных личностей. 80-е – это генерал Правдин, это Саренко, это Пилипец. Из 90-х – это Прокопенко, это Денега, это Жадан, это Мартьянов и Лихолад собственной персоной. Ведомственными наградами и знаками отличия регионального правительства и областной думы были отмечены лучшие сотрудники, которые внесли значительный вклад в развитие системы исполнения наказаний Мурманской области. Старший прапорщик внутренней службы Гурчак Константин Николаевич, младший инспектор первой категории группы надзора отдела безопасности ПТУ ИК-16 у всей России Мурманской области. В последние годы в уголовно-исполнительной системе произошли существенные изменения, как в области соблюдения прав осужденных, так и в совершенствовании материально-технической базы и социально-бытовых условий в исправительных учреждениях. Успешная социальная адаптация осужденных невозможна без развития системы образования в местах лишения свободы. При колониях и следственных изоляторах функционирует вечерняя общеобразовательная школа с филиалами. Непосредственно при УФСИН осуществляют деятельность четыре профессиональных образовательных учреждения в СИН России. Ежегодно примерно 700 осужденных проходят обучение по 14 специальностям, востребованным на рынке труда. Развитие духовно-нравственных ценностей у осужденных – также один из приоритетов уголовно-исполнительной системы Мурманской области. На сегодняшний день священнослужители – полноправные участники процесса адаптации заключенных и возвращения их к свободной жизни. Мы уже являемся частичкой всей системы, которой на сегодняшний день очень много уделяется духовному воспитанию всех людей, которые пребывают в местах лишения свободы. Такая миссия очень почетная, нужная. И уже 8 лет со стороны государства уделяется особое внимание этому вопросу. Как говорят сами сотрудники УФСИН, работа их часто остается за кадром. Многие ее не видят. Оттого и возникает вокруг да около множество клише. Результат работы, однако, говорит сам за себя. На данный момент в структуре служат более 1600 человек. В уголовно-исправительной системе Заполярия функционируют 14 учреждений. Среди них два общественных изолятора, три исправительные колонии строгого режима, колонии особого режима и две колонии поселения. Я, конечно, поздравляю всех сотрудников, всех ветеранов, потому что то дело, которое они делают, оно, я считаю, на нашей стране не очень оценено по достоинству. Потому что они делают главное. Они возвращают к нам в мирную жизнь людей, которые раньше были преступниками. Их задача, чтобы они вернулись нормальными людьми, нормально жили и больше закон не нарушали и не приносили вреда ни себе, ни окружающим. Мария Рябинкова, Евгений Бугрецов, Арктик ТВ